ДИПЛОМ ЮРГУ 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 КАМЕРЫ Мы все смотрим на телефонах. То есть мы все отслеживаем. Да, насчет камер. Мы действительно договорились поставить камеру. Я попросил мне ссылку сбросить, чтобы я тоже камеру. Мы тоже скачали. Все в порядке. Каток планируют сдать 27 декабря. Чтобы ускорить работу, их разделили на несколько частей. Для каждой найдут отдельного подрядчика. Они смогут трудиться параллельно. Аукционы объявят до 15 июля. На льду крытого катка будут заниматься фигуристы и хоккеисты, которые сейчас на тренировке ездят в Снежинск. После Кыштыма визит в Косли. Текслер приезжает в местную больницу. Здесь не хватает врачей. Глава региона отмечает, в Минздраве области уже разрабатывают дополнительную программу привлечения докторов в районы. Просто предложить жилье врачам. Этого мало. Они все равно не принимают эти решения. Необходимы дополнительные программы, связанные с ростом. Они должны видеть перспективу. Они должны понимать, что дальше врачи. Возможно, представление жилья в областном центре при отработке определенного количества времени. В поселке Ишалино построят новые очистные для предприятий. Поручение дал Алексей Текслер во время поездки в Аргоярский район. Главе региона пожаловался местный житель. Брязные стоки поступают через неработающие сооружения прямо в бывший пруд. Получается, на территории нашего поселка находятся два больших предприятия. И они сбрасывают воду в свои стоки, получается, через неработающие очистные сооружения. Давайте так сделаем. Если у нас проблемы серьезные с жителями, надо этот вопрос ускорить максимально. Я тоже его поставлю на контроль. Позже в Аргоярске Текслер провел встречу с жителями района. Люди пожаловались, что с февраля не могут получить льготные лекарства. Глава региона поручил Минздраву на месте разобраться в проблеме. После Аргоярского района Кунашакские жители Конзафарова попросили провести в село газ. Сейчас будем разбираться с этим совсем. Я отмечу себе эту проблему. Для людей нужно создать комфортные условия, добавил Текслер. Редактор субтитров А.Семкин